Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что Пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно. Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверное, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность. И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактером, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего, был. Звали его Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть. Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион. Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Васи, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами. К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде. Все же наш директор напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немыслимо. Это было все равно, что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда и зимой, и летом ходил в одной шляпе, вечно зеленой, как Магнолия, и всегда чего-то боялся. Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из Горонова. Но на самом деле он больше всего боялся нашего зауча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом. Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще куда-нибудь избегали с урока, то это был, как правило, урок пения. Бывало, только входит наш Харлам Педиагенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательства от обратного. Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну, примерно на полсекунды после звонка, а Харлам Педиагенович уже входит в дверь. «Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если прямо под нашим классом не находилась учительская». Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания. Другой сгоряча выругает, но только не Харлам Педиагенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекидывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважением к личности ученика, указывал на проход. Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметнее проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлам Педиагеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика – редчайший праздник для нашего класса. И лично для него Харлам Педиагеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданнице. Тем более он – скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика. И сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят. Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающаяся походкой идет на свое место. Харлам Педиагенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например, «Принц Уэльский». Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями, и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции, потому что она образцовая. В крайнем случае, если бы ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу. Потому-то мы и смеялись, понимая, что у нас ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским. Но вот Харлам Педиагенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок. Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он кого-нибудь кричал или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему. Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьими, глаза. Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было. Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит. Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко. Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится. Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею. Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею. — Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харлампия Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое и угрюмое лицо Авдеенко. — Сахаров, можете продолжать, — говорит Харлампия Диогенович. Сахаров садится. — И вы тоже, — обращается он к Авдеенко. Но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. — И если, конечно, не сломаете шею, — черный лебедь, — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно. Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи. — Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, — не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной. Или догадывающийся об этом последним. И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. Если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный. Надо сказать, что Харлам Педиагенович не давал никому привилегий. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи. В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении. В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное, из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, еще кто-то орудовал на воле. Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плашай. Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он не решил ее. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка. И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова. — Ну, как задача? — Ничего, — говорит он, — решил. При этом он коротко и значительно кивнул головой, в том смысле, что трудности были. Но мы их одолели. — Как решил? Ведь ответ неправильный. — Правильно, — кивает он мне головой, с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженный, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих — хвататься руками за воздух. Оказывается, в это время в дверях появился Харлам Педиагенович, но я его не заметил и продолжил жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер. Харлам Педиагенович прошел на место. Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харлам Педиагенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет. Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война, и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше и при случае напоминали ему об этом. Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был. Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой, тихий, и от того, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка держать руки на промокашке, отчего я его никак не мог отучить. «Гитлер капот!» – шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче. Между тем Харлам Педиагенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее. Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание. «Кто дежурный?» – спросил неожиданно он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку. Дежурного не оказалось, и Харлам Педиагенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харлам Педиагенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорее кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел. Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь, и в дверях появились доктор с медсестрой. «Извините, это пятый А?» – спросил доктор. «Нет», – сказал Харлам Педиагенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый А, потому что он был пятый Б. Он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть. «Извините», – сказала доктор еще раз, и почему-то нерешительно помешков закрыла дверь. «Я знал, что они собираются делать уколы против ТИФа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть, или, притворившись больным, остаться дома. Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самое противное из всех существующих уколов. И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озаривший наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить. «Можно я им покажу, где пятый А?» – сказал я, обнаглев от страха. Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом. Или еще за чем-нибудь. А потом пятый А был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко. Постоянно она работала в первой школе. «Покажите», – сказал Харлам Педиагенович и слегка приподнял брови. Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса. Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними. «Я покажу вам, где пятый А?» – сказал я. Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты. «А нам что не будете делать?» – спросил я. «Вам на следующем уроке», – сказал докторша, все так же улыбаясь. «А мы уходим в музей на следующий урок», – сказал я несколько неожиданно даже для себя. «Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно. Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу подво, а гурбой. На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была прикрыта хижина дореволюционного бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с порезанной подкладкой и окончательно унес кинжал. «А мы вас не пустим», – сказала докторша шутливо. «Что вы», – сказал я, начиная волноваться, – «мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей». «Значит, организованно?» «Да, организованно», – повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей. «А что, галочка, пойдем в пятый Б, а то и в самом деле уйдут», – сказала она и остановилась. «Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах». «Но ведь нам сказали сначала в пятый А», – заупрямилась эта галочка и строго посмотрела на меня. «Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую». «Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой». «Какая разница?» – сказала докторша и решительно повернулась. «Мальчику не терпится испытать мужество, да?» «Я малярик», – сказал я, отстраняя личную заинтересованность. «Мне уколы делали тысячу раз». «Ну, малярик, веди нас», – сказала докторша, и мы пошли. Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом. Когда я вошел в класс, у доски стоял Шуриков Диенко. И хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли. «Не бойся, Шурик», – думал я, – «ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас. Хотелось быть ласковым и добрым». «Молодец, Алик», – сказал я тихо Комарову. «Такую трудную задачу решил». Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка. Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так надо ребятам делать уколы. «Если это необходимо именно сейчас, – сказал Харлам Педиагенович, мельком взглянув на меня, – я не могу возражать. Авдеенко на место?» – кивнул он Шурику. Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи. Класс заволновался, но Харлам Педиагенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным. Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты. «Ну, кто из вас самый смелый?» – сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось. Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу. «Будем вызывать по списку», – сказал Харлам Педиагенович, – «потому что здесь сплошные герои», – он раскрыл журнал. «Авдеенко», – сказал Харлам Педиагенович и поднял голову. Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся. Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол. Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал. Алик Комаров все больше и больше бледнел, подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, ему это не помогало. Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он, не отрываясь, смотрел на докторскую иглу. — Отвернись и не смотри, — говорил я ему. — Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом. — Сначала будет не так больно. Главное, боль, когда будут впускать лекарства, — подготавливал я его. — Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами. — Мне будет очень больно. — Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иголка. — У меня одни кости, — шептал отчаянно он, — обязательно попадут. — А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине. — Тогда они попадут. Спина его от напряжения была твердая, как доска. — Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая. — Я малокровный. — Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь. У меня была хроническая малярия, и сколько доктора не лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией. К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем. Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, со стекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел как смерть, хотя казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я не знал пока для чего. После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает. — Скорую помощь! — закричал я. — Побегу, позвоню! Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а доктор Шиловка подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику. Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал. — Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал. — Молодец, Малярик! — сказала докторша. Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый А. — Еще потрите! — сказал я. — Надо, чтобы лекарство разошлось. Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней. Наконец все кончилось. Докторша со своей галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятные лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками вместо укола и переговариваясь на правах пострадавших. — Откройте окно! — сказал Харлам Педиогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы. Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусы. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое. Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов. Сказал он и остановился. Щелк-щелк! — перебрал он две бусины справа налево. Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию. Добавил он и опять остановился. Щелк-щелк! — Смотри, чего захотел! — подумал я про этого молодого человека. Понимаю, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую заваляющую мифологию, может быть, и можно подправить, но только негреческую. Потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может. Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, — продолжал Харлам Педиагенович. И это ему отчасти удалось. Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг. Потому что если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил. А раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было. И нечего было лезть со своими поправками. Геракл совершал свои подвиги, как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости. Харлам Педиагенович задумался и прибавил. Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг. Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая. Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлам Педиагеновича. — Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня. Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину. — Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске. — Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой поднимается прямо из живота. — Да, именно в вас, бесстрашный малярик, — сказал он. Я поплелся к доске. — Расскажите, как вы решили задачу? — спросил он спокойно и, щелк-щелк, две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках. Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться и хотел, чтобы я провалился как можно медленнее и интересней. Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел. А бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным. Мы вас слушаем, сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня. Артиллерийский снаряд, сказал я бодро в ликующей тишине класса и замок. Дальше, проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выждув. Артиллерийский снаряд, повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов, пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которое натягивалось, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь. Артиллерийский снаряд, повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения, в классе раздались сдержанные хихиканьи. Я почувствовал, что наступил критический момент и решил ни за что не делаться смешным. — Лучше просто получить двойку. — Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством. Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку. — Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку, решил неожиданным ответом спутать его расчеты. — Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся. Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не перестать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом. Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружились во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. Еще я подумал, что если бы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями. Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлам Педиагенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик. С тех пор я стал серьезнее относиться к домашним заданиям. И с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое. Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина. Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно. Но куда хуже, совсем не бояться этого. Мне кажется, что Древний Рим погиб от того, что его императоры в своей бронзовой спесе перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами, надо хотя бы от дурака слышать правду. Может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями. Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство. Любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.